Это что? Коке! Мало того, что вы у себя в номере жарите! Такой же по всей гостинице! Белье развешиваете? Это, это гостиница! Они жарят кильку, носят сало в карманах и житья не дают отдыхающим в маленьком итальянском городке. Спектакль про актеров кочевой труппы по пьесе Эдуарда де Филиппа. Человек и джентльмен проникла в сердца и души артистов самарской драмы. Говорят, репетировали на одном дыхании, тем более, что сыграть артиста для артиста нетрудно. Если играешь какую-то роль, там надо фантазировать, что-то сочинять, придумывать, читать. А тут ты точно все знаешь про это. Поэтому тут, чтобы только останавливать, хватит, хватит. Потому что я все время говорю, можно еще. И я наваливала столько, потому что там запас, ого какой! Фарс, трагедия, любовь, курьезных случаев в театрах всего мира предостаточно. 50 дней на репетициях артисты повторяют один и тот же анекдот. И единственный пока зритель, режиссер спектакля, определяет меру юмора и сатиры. Смеяться над одной и той же шуткой можно, уверен итальянец. Секрет успешной постановки в сочетании смеха и слез, говорит Паула Ланди. Но есть еще один немаловажный компонент. Это честно, честность. Быть честным. Сам собой. И не пытаться быть хитрой. А я думаю, что потом... Нет. Вот тут должно рождаться внутри необходимость, желание. Вот я думаю, что это самое принципиальное. Посмеяться от души, поближе познакомиться с зарубежной литературой можно в Самарском драматическом театре. Итальянский фарс «Человек и джентльмен» будет разыгран 18 и 19 сентября. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.